делать обзор или не делать обзор ведь в рекламочке нахрен запишут не ну я на нереально давай попробую честно говорить и глядишь китайцы проглотят или не делать делать или не делать или все же сделать а пожалуй все же сделаю итак друзья мои сегодняшней темой видео будет катушка катушка пацифан модель thunder в переводе гром честно скажу мне эту катушку прислали на тест для обзора но мне предложили выбрать из нескольких катушек ну скажем какая мне понравится для себя что-либо чтобы я половил и показывал какая-то замечательная ну наверное так китайцы подумали вот так вот компания пацифан мне предложила на выбор там свою продукцию и я выбрал себе именно эту катушку честно выбрал себе именно эту меня не заставили ее именно брать предлагали другие я выбрал себе именно эту она наверное у самая большая в линейке и самая мощная так для чего я себе ее выбрал и где я буду использовать в этом видео я постараюсь вам рассказать данную катушку мне прислали на тест честно тестировать я ее пока не тестировал ловить на нее не ловил но визуально катушка мне понравилась я сейчас вам сделаю в целом какой-то такой общий обзор покажу ее поближе расскажу для каких целей я буду ее использовать так в принципе катушку данную я выбрал для себя лично то есть не было предложено выбрать грубо из некоторых катушек определенную какую для себя катушку я выбрал именно ее вот почему я для себя выбрал для каких целей я ее выбрал я вам сейчас попытаюсь рассказать итак друзья мои для теста я себе выбрал вот такую катушку кастинговую катушку но довольно таки очень даже силовую также себе взял ну скажем попросил вот такую чудо-палку чудо спиннинг портативный спиннинг для намотки плетни то есть это помощник для намотки плетни я вам чуть позже тоже о нем расскажу и покажу данный девайс я уже испытал и попробовал мне очень понравился и поэтому я вам в обзоре его показываю был бы какой-то хлам я бы наверное и не тратил на это время ну перед китайцами как-нибудь отмазался бы итак друзья мои катушка пацифан модель тандр итак друзья мои что же можно рассказать об этой катушке катушка как любые другие кастинговые катушки скажем назовем их черепашками как многие называют практически ничем не отличается она ложится замечательно в руку сверху катушка имеет превосходную полочку очень удобную мы кладем на нее палец у катушки просто легкий ход ничего постороннего не слышно осевик катушки имеет систему микроклик что крайне удобно но по крайней мере это точно приятно ну во первых у нас колпачок осевика уже так быстро не открутиться и не потеряется ну и во вторых мы уже реально понимаем сколько мы поворотов сделали трещотка данной катушки также имеют такую же систему микроклика также на катушке установлены магнитные тормоза доступ к системе магнитных тормозов очень прост также меняется и шпуля вставляется все также все элементарно и закрывается и здесь закручивается катушка в боевом состоянии кстати к этой катушке я взял себе и дополнительную шпулю также в этом магазине ссылка будет под видео продаются у них и запасные шпули причем продаются как мелкие так и глубокие шпули мелкую шпулю я себе не стал брать я взял себе такую же глубокую шпулю так для чего же мне такая малютка нужна на самом деле это довольно таки и не малютка если сравнивать с другими каст мультами то данная машинка довольно таки внушительных размеров итак друзья мои взял я себе данную катушку с одной целью собрать универсальный комплект чтобы данным комплектом я смог половить и джигом и троллингом если с джигом все понятно что эта катушка с ним справится кстати эта катушка справится не только с джигом этой катушкой можно побросать замечательные воблерочки и колебалочки кто любит спиннербейты те же самые спиннербейты кто любит джерки те же самые джерки так вот взял я себе ее для джига возможно побросать какие-то воблерочки и колебалки и для троллинга друзья мои для троллинга для лайтового троллинга для небольших приманок легкий спиннинг, скажем, с тестом где-нибудь до 150 грамм тот же самый джерк от Волжанки или тот же самый интерцептор от компании Black Hole скажем, ну, если из китайских палочек взять, то это будет, наверное 3Force от Каида если установить на 3Force с тестом там, по-моему, до 80 грамм палочки есть то данная палочка, в принципе, неплохо справится с лайтовыми приманками для троллинга имеется ввиду то есть, скажем, те же самые какие-то Deep Feature, Deep Shaker Deep Crank тот же самый Hardcore воблер от Yuzuri но небольшие приманки, не сильно упористые с которыми может справиться данная палочка катушка-то она их потянет по-любому данная катушка потянет-то и холкообразные приманки дело в другом, справилась бы эта катушка с самой рыбой так вот, в принципе, с любой хищной рыбой данная катушка справится ну, наверное, с самым будет проблематично проблематично в каком плане? вопрос, сколько по времени данный девайс будет выматывать помогать не бороться то есть, сколько мы затратим времени на вываживание того же самого сама а судака, щуку, жереха не знаю, какого-либо другого хищника ту же самую красную рыбу я думаю, катушка сдюжит и даже вполне потому что, повторюсь она довольно-таки внушительная теперь немного о самих характеристиках то есть, данная катушка выдерживает 8,2 килограмма то есть, данная катушка держит 8,2 килограмма то есть, ее фрикцион держит 8,2 килограмма это довольно-таки приличная нагрузка данная катушка имеет 9 подшипников намотать сюда можно 0,3 220 метров как они пишут но на самом деле, судя по шпуле ну не думаю я, что сюда можно намотать 220 метров 0,3 и когда эта катушка на воде у меня засветится я скажу более точно сколько сюда влезло и какой плетенки сюда я буду наматывать плетенку 0,18 и 0,0,0,0 0,18 намотаю и, наверное, 0,14 0,18 я буду использовать для троллинга опять же, повторюсь для лайтового троллинга спиннинг я, возможно или поставлю универсалку я вам рассказал тот же самый тот же самый трифорс от Кайда или, допустим буду снимать катуху и ставить на какой-то лайтовый троллинговый спиннинг ну тот же самый, скажем, джерк от компании Волжанка почему бы нет на данном спиннинге стоит курочек в принципе, можно побросать и какие-то джерки и... ну, нет, конечно тяжелый джик нет вот, но как для лайтового троллинга скажем да, почему бы и не для лайтового можно, в принципе на самом деле и бандосы потягать вопрос, опять же заключается в том что мы поймаем если мы поймаем судака то с любым судаком данная катушка справится с щукой без проблем с жерехом так же это будет интересно и... довольно таки экстремально ну, как экстремально я говорю, катушка на самом деле силовая но, если завалится сом то с сомом, конечно, возможно придется попотеть ну, а там посмотрим может быть, тем рыбалка и интересней а, и опять же, допустим, да многие мне пишут, что я ловлю надрыны и на какие-то прям совсем силовые катухи которыми пользуются в морской рыбалке так вот возможно, что и для этих людей данный девайс подойдет подойдет он тем, что эта катушка довольно-таки легкая хорошо лежит в руке и будет гармонично сочетаться с ихними джиговыми палочками почему бы нет? если вам нравится ловить троллингом на джиговые палочки вот такая катушка, в принципе вполне-то и подходит для этих целей что бы вы, бедолашки, не губили свои мясорубочки безнарционные катушечки хотя многие склоняются и к тому, что безнарционная катушка это самое то, что нужно для троллинга но есть те люди, которые ловят именно вот на такие вот на такие малявочки, скажем так очень удобно и очень практично итак, друзья мои если подытожить то данная катушка это что-то среднее среднее между мясорубкой безнарционной катушкой и между скажем каким-нибудь кардифом мультипликаторной катушкой или скажем той же самой Акума Кулдватор об этой катушке я расскажу в другом видео и оно такое же будет безбашенное так что сильных каких-то обзоров по поводу катушек от меня не ждите ничего я разбирать не буду и показывать вам нутро хотя могу вот так данное нутро это как раз пацифана тандра итак, друзья мои это что-то среднее между мясорубкой и уже серьезным мультиком но вы должны понимать что данная катушка это далеко не вот такая малявка да тандр это что-то среднее что-то среднее между какой-то уже такой глобальной катушечей и маленькой катушечкой в то же время повторюсь эта катушка универсальна как для кастинга так и для не тяжелого троллинга а я про вес катушки сказал весит данная катушка двести сорок грамм а давайте еще раз как заявляет производитель на данную катушку можно намотать ноль три двести двадцать метров в данной катушке есть девять девять подшипников насколько это правда я не знаю но судя по схемам которые я вам сейчас покажу возможно оно так оно и есть нагрузка на наш фрикцион восемь и два килограмма весит катушка двести сорок грамм внутри мы имеем вот такую бумагу то есть схема сборки тут реально что-то очень много подшипников бэринг бэринг чё бэринг 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 короче хрен бэринг бог его знает сколько здесь этих подшипников да и никогда в жизни я не лазил во внутрь катушки а ну что у нас еще внутри то есть внутри то у нас больше ничего и нету пакетик салфановый да вот такая вот игру инструкция по сборке повторюсь шпулю я себе купил отдельно на нее намотаю скажем ноль восемнадцать а на саму катушку намотаем где-нибудь ноль четырнадцать для колебалок и для джига а на ноль восемнадцать буду трейлинговать может быть ноль двадцать намотаю толком еще не определился все о катушке я вам рассказал для каких целей я буду использовать я вам рассказал надеюсь это видео кому-то все-таки было интересным конечно не для тех людей которые ожидали от меня разбора катушки на запчасти которые потом сомневаюсь я что соберу обратно но кому интересно я думаю в интернете полазите и найдете себе такого плана мастеров которые вам разберут ее и обратно соберут ее вот я никогда внутри катушек не лазаю если честно я их сам и не смазываю если только есть какие-то отверстия технологические куда можно залить засыпать какую-либо смазку вот а так я стараюсь туда просто не лазить отдаю товарищам на разбор и смазку чистку скажем так и они мне помогают в этом вот так друзья мои китайцы заставили меня сделать вот такое видео наверное в отместку загроз культур надеюсь мне еще катушку пришлют а вы если хотите меня поддержать поставьте лайки напишите хороший комментарий чтобы китайцы почитали и точно мне прислали еще одну катушку ну а кому видео не понравилось ставьте обязательно дизлайки потому что из-за ваших дизлайков мое видео также пойдет в топ и китайцы его тоже увидят спасибо вам всем большое друзья мои за то что вы есть ну а если серьезно друзья мои всем рыбацкой и жизненной удачи катушка реально довольно таки хорошая и скажем обалденная сколько она прослужит я не знаю заливать и врать вам по ушам не буду все покажут мои тесты но на эту катушку я ловить буду и вы на воде обязательно увидите визуально и тактильно катушка очень даже неплохо и повторюсь это не маленькая мыльница это не маленький черепашонок это друзья мои нечто среднее на самом деле я очень сомневался какого качества придет ко мне катушка из китая с алиэкспресс ссылка кстати на этот магазин будет под видео но когда она пришла я был приятно удивлен и катушка мне реально очень понравилась так почему же я согласился на сей аферу и взял себе сей девайс но когда она говорит на сей аферу ну это не было она 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 Продолжение следует...